Из-за ухудшения обстановки с коронавирусом в некоторых регионах визовые центры отменили личную подачу документов. Теперь документы там можно подать только через новую почту. И по состоянию на 23 октября закрылись такие визовые центры в городе Днепр, Запорожье, Одесса, Тернополь и Херсон. Там теперь документы будут принимать только через новую почту. В связи с этим появился логичный вопрос у людей. Так как же подавать правильно документы через новую почту? В этом видео я расскажу детально по шагам, как это делается. Поэтому досмотрите это видео до конца. Как подать документы через новую почту? Первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, оплатить визовый сбор, сумма которого составляет 450 гривен. И после этого в течение трех рабочих дней с вами автоматически свяжется оператор и назначит дату подачи документов. Если вы отправляете документы новой почтой, то отправлять их нужно именно в тот день, на какой вам назначил дату оператор. Так как если подать документы в другой день, то срок рассмотрения вашей визы может затянуться до 30 дней. А как правильно оплатить визовый сбор через отделение банка, либо через Privat24, вы можете посмотреть в моем видео «Подсказка в правом верхнем углу». Второе, сбор пакета документов. Вам нужно собрать полный пакет документов, который вы видите на экране. Но очень важно все сделать правильно, иначе документы вам могут просто вернуть и вы потеряете время и деньги. Нажмите на паузу, чтобы детально ознакомиться с этим списком. А если хотите узнать, как заполнять каждый документ по отдельности, то я снимал ранее об этом детальное видео, где детально рассказал, что, где, как подписывать. Подсказку вы видите в правом верхнем углу, либо же я оставлю ссылку на данный видеоролик внизу в описании под видео. А также мы можем помочь с подготовкой документов для подачи через новую почту с гарантией получения визы. Поэтому, если интересно, то контакты будут тоже в описании под видео. Третье, отправка документов. Вам нужно определиться, на какое именно отделение вам нужно отправлять ваш пакет документов. Подача возможна только по месту прописки. Вот адреса по разным городам, на какие нужно отправлять ваши документы. Также на новой почте перед отправкой документов вам нужно будет оплатить 400 гривен за комплекс логистических услуг. То есть, за доставку документов в визовый центр и обратно. Это делается по реквизитам, которые вы видите на экране. И ссылку на эти реквизиты я оставлю для вас в описании под видео тоже. Также обязательно не забудьте положить и отправить вместе с вашим пакетом документов оригинал квитанции про оплату этих логистических услуг. Это очень важно. Не забудьте положить квитанцию внутрь к вашим документам. Также обратите внимание, срок обработки вашего заявления будет составлять 6 рабочих дней, не считая дату подачи документов в ППВА. В среднем визу люди получают через полторы недели после отправки документов. Также дополнительно вы можете оплатить услугу SMS-информирования за 60 гривен, чтобы знать статус ваших документов. Либо же можно отслеживать заявку онлайн на вот этой странице, которую вы видите на экране. А также я тоже снял видео на эту тематику, как правильно посмотреть готовность вашей визы. Подсказка опять будет в правом верхнем углу, либо ссылка в описании под видео. Я сделал это видео специально более ужатым, чтобы вы могли на ту информацию, которую не знаете ответ, нажимать на подсказки и полностью смотреть углубленное описание того, как и что делается. Поэтому, надеюсь, это заслуживает лайка. Итак, давайте подведем небольшой итог. Пересылка документов по почте это в принципе способ удобный именно для людей, которые живут далеко от населенных пунктов, где есть пункт приема визовых анкет. И тем самым можно сэкономить время и деньги на поездку. Однако сам процесс не очень простой, а ошибки могут привести к отказу в визе. Поэтому нужно очень тщательно изучать данный вопрос, либо же обращайтесь по контактам в описании под видео, и мы вам поможем собрать полный пакет документов. Все правильно, в короткие сроки. Поэтому, если интересно, то все будет в описании под видео. А если у вас остались какие-то вопросы, то также можете задавать их в комментариях. А если вас интересует бесплатный перевод денег из Европы в Украину, то ссылку для бесплатных переводов через TransferGo я оставлю внизу в описании под видео. По этой ссылке получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому регистрируйтесь сейчас, а перевести сможете позже. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok